Привет! Сегодня рассмотрим простые фишки работы с картинками в его фильме. Первое у нас на очереди это ставить сразу всю папку, чтобы не перетаскивать по одной картиночке в свою рабочую область. Ты просто выбираешь свою папку с фотографиями и тупо перетаскиваешь ее в свободное пространство на рабочую область. Их оба видишь все фотки которые были у меня в карте папки перетащились, оказались в документе. Довольно быстро и удобно. Давай идем дальше. Заливка шейпа. Что это значит? Для меня с тобой вот это вот есть фотография Дональда. То есть это для меня с тобой image, фото, картинка. Но для Figma это некий ректэнгл, некий шейп, который залит, как ты видишь, залит самой картинкой. То есть залит таким сочетанием пикселей, которые мы с тобой воспринимаем как Дональда, там кресло. Вот. Еще одним доказательством этого служит то, что в панели слоев фото обозначаются никаким, как ректэнгл. Как ты можешь видеть, я сейчас нарисую еще один прямоугольник тебе и он обозначается точно такой же иконкой. То есть это довольно важная вещь, которую нужно понимать в работе с Figma. Это не фотография, это просто шейп, который залит фотографией. Ты можешь с поверх него применить еще одну заливку, любую там solid и все. И нашего трампа не видно. Но мало того, что ты можешь применить там с десяток заливок сверху дефолтной заливки, то есть сверху Дональда. Ты можешь зайти в настройки fill, именно картинки и здесь применить не image, настройку вот как здесь указано, а solid. То есть обычную стандартную заливку, которая по умолчанию создается. И бабац, как ты видишь, от Дональда не осталось и следа. Fill у меня исключительно серого цвета. В панели слоев все такой же шейп показан. Единственное, что осталось от Трампа, это название самой картинки, которая была изначально. Ну давай не будем расстраивать Дональда. Парень нормальный. Вернем его на место. Итак, вот наш трамп. Исходя из того, что это не фото, а ректэнгл, обычный прямоугольник. Я могу с ним делать все те же штуки, что и с обычным прямоугольником. То есть я могу изменять его углы, я могу вертеть его как хочу. Опять же добавлять заливку, обводку какую-то добавлять к нему любую, добавлять эффекты. И это все работает. То есть все те штуки, которые работают с обычным прямоугольником, работают и с картинкой. Давай это все удалим. Что еще я могу делать? В настройках фил в данной области у меня есть выпадающий список, который собственно называется фил. Фил это значит заливка. Ну это понятно, что это значит заливка. Что это значит, когда выставлена такая настройка? Это значит, что само фото, оригинальное фото, оно может быть любого размера, с любым соотношением сторон. Оно будет заливаться равномерно в пределах твоего ректангла, в твоей области. То есть если я буду изменять как-то, фотография будет стремиться остаться максимально по центру. То есть если мы видим, что примерно центр этого фото это значок на пиджике у Дональда, то если я буду сжимать его, то всегда будет в центре моего шейпа находиться центр самой фотографии. То есть наш значок во всех направлениях, во всех плоскостях и по горизонтали и по вертикали. Соответственно я могу масштабировать его как мне нравится и всегда центр будет находиться в центре шейпа. Это очень крутая фишка, которую обязательно нужно использовать в работе. Так, дальше. Помимо фил у меня есть фит. Фит это стандартное встраивание фотографий с ее реальным соотношением сторон. То есть соотношение сторон оригинала этой фото именно вот такое. Причем ей плевать на само соотношение сторон, той фигуры в которую вставлена эта фотография. Как ты видишь сам ректангл, наш шейп, он гораздо больше. Но фотка становится именно с тем соотношением сторон, как она есть. Да, она может каким-то образом изменяться, если я буду изменять саму область, куда она вставлена фотография. Но при этом она деформироваться не будет, будет сохранять свои пропорции. Отправимся дальше. Кроп. Кроп это замечательное свойство, по которому, во-первых, я могу вырезать какую-то определенную область. Вот такая будет фото. И если я здесь нажму fill, то фотография вернется в свое прежнее состояние. То есть будет наследовать свойство fill. То есть будет заливаться равномерно по горизонтали и вертикали. Давай вернемся к crop. Так, появись. Давай, crop. При выбранном свойство crop, при изменении самого ректангла, нашего прямоугольника, в котором находится фото, фото будет деформироваться. Видишь, изменяется. И изменяется некрасиво. Нам это не нравится. Поэтому перейдем от crop к tile. Tile это плитка. То есть ты можешь создавать вот такие вот плиточные структуры из дональда. Как уменьшая его самого, благодаря вот этим вот опорным точкам. Так и расширяя сам shape, в котором находится эта фотка. Как видишь, работа это в двух направлениях. Что еще у меня есть? Давай, верну fill, чтобы было более наглядно. Что еще у меня здесь есть? Ну, некие элементарные, примитивные настройки цветокоррекции. Останавливаться на них сильно я не стану. Потому что тут особо не о чему говорить. Ну вот, собственно, все, что я могу сделать с этой фотографией. Но, но не все. Дальше я могу выбрать фотографию с имеющихся у меня на компьютере, которая займет место дональда. Выбираю choice image. У меня открывается мой компьютер. И здесь у меня какие-то фотографии. Я выбираю открыть. И хоба! Все. Вместо дональда у меня какой-то парень с зеленой майки. И как ты видишь, fill image. То есть все те же самые свойства, что и с дональдом. То есть с ним я могу делать все то же самое, что и с трампом. Вот такие способы работы с картинками в фильме. И последняя функция, которая у нас есть. Это place image. Горячая клавиша. Ctrl-Shift-Key. Что это значит? Ну то есть та функция, которая позволяет нам вставлять сразу много фотографий, картинок каких-то в твой макет. К примеру, ты создаешь некий сайт. Вот, например, вот такая болванка получается новостного сайта. Очень, не очень точнее смотрится, когда вместо фотографий каких-то живых у тебя встают заглушки. Белые, серые, там какие-то не важно. Чтобы быстро наполниться этого конкретной информацией. То есть не заглушками, а фотками. Вот фигма есть такая штука, как place image. Во-первых, горячий клавиш есть Ctrl-Shift-Key. И во-вторых, она находится в Toolbar, вот здесь place image. Если я кликаю на нее, у меня открывается мой компьютер опять же с моими фотками. Я могу выбрать любую папочку с фотками. Ну, выберу вот эту папку. Выбираю все фотки, нажимаю открыть. И та-да-да-дам! Появляется у меня такая штуковина. Возле курсора я вижу превью фотографии, которая будет вставлена вот сейчас. И количество этих фотографий в размере 15 штук. Конкретно в моем случае 15 штук я выбрал. И выбираю, куда какую фотку ставить. Например, сейчас у меня парень с гантеля. Я его хочу сюда ставить. Сейчас у меня какие-то девушки, танцоры. Сюда хочу ставить. Сого сюда. Ну, и так далее. Кликаю, куда какую фотку хочу ставить. И если у меня остаются лишние фотографии. Я просто нажимаю на вот эту вот кнопочку. Бах! Все. Фотки и стоимость лишняя. И я в одно мгновение наполнил сайт фотками. Точнее, залил фотографиями пустые шейпы. Как ты видишь, сверху белого. Белой заливки у нас оказывается заливка фотографии. Если я ее скрою, то по-прежнему будет белый. Белый окрас прямоугольника. Ну что ж, вот такие вот простые у нас с тобой функции работы с изображениями. Предоставляют фильмы простые. В то же время крутые. С кучей различных возможностей. И на этом все. Что делать, ты знаешь. Ставь оценку этому видео. И смотри следующее.